Насколько я знаю, вы были не очень прилижным учеником, и отец не разрешал вам заниматься боксом. Да, было такое время, что он запретил пока, но получал иногда двойки, пока не исправишь никаких тренировок. Мне приходилось, я год где-то украдкой, но ходил. А двойки по предметам были или за поведение? За поведение, конечно, и потом я развернулся, я хотел ударить, он мне сверху, я руку поставил, он мне руку тут воткнул. Боль такая, нохоть, я выскочил на улицу, чтобы посветлее было, на площадке было темно, и остановился, там у меня кровь. Я, знаете, я писал письмо в Москву, нам говорят, чтобы допустить, надо прописать, что я прошу допустить на чемпионат Советского Союза, если какие последствия, то никто ответственности не будет нести. И тренер научил доверять друг другу не биться, не разбивать. А в сборной там каждый хочет посильнее ударить. А я мягко работал, ее с одним поработал, со вторым потом меня начинали, можно тебя в парах постоять? С Сериком Камакбаевым стояли в парах? Ну, с Сериком, я говорю, мы вот сколько с ним дружили, в одной комнате жили, даже в парах не стояли. Наверное, потому что в одной комнате жили. Ну, нас разводили. Да ничего, Валера, на, я говорю, ты, такие деньги, мне как-то и рука не тянется к ним, я говорю, не надо мне таких, я таких наказываю, которые забираю, я отдаю обратно, а вы тут мне, это не мое. И комната так вроде пойдет, неплохая, ну, спасибо директору, он, блин, помог в этом, тем более у меня родители, когда уехали, привозвали, и все хату давай туда, а я не собрался туда ехать еще. Потому что там, ну, с женой, да это. Родители продали, разменяли, все, братья все уехали, еще половина при Союзе. Незнание осталось, все разменяли, все продали. И я как-то менялся, разменялся, и потом были неприятности там, и, короче, остался я у разбитого корыта без хаты.